Здарова Витя. Здравствуй родной. Что у нас футбол сегодня, да? Конечно. Болеть будем за футбол? Конечно. За кого будем болеть? Кто играет вообще? Ну что, я лично, ну блядь, ну самые две уродливые команды, это Даня, Чехословакия, это вообще пизду, не то. Ну и Англия, и скунцы, вонючие бандерлоки, укропы, конечно за Англию. Болеем за Англию, блядь. На кого ставишь? Кто как думаешь, на кому, блядь, наш первый? Я думаю, блядь, счет будет 2-0. 2-0 в пользу англичан? Конечно. Да не смеши. Не, ну там прогнозы вроде как бы в ничью могут сыграть. В ничью у нас играть могут только испанцы. Больше никто в ничью не играет. Да, ну не смеши. Так, еще один к тебе вопрос. У тебя какая самая любимая команда, за кого ты болеешь у нас? Бавария. Отличная команда, за нее стоит поболеть. Отличная лучшая команда, я. Лучшая команда, согласен. Злая. Ну вот вчера вот смотрел ты испанцев? Конечно смотрел. Это жуть. Ну вначале они играли так шикарно. Хоть и, извини, сами себе швейцарцы забили ее. Но потом это что такое? Укрылись возле ворот на удержание мяча и все. Там все над ними смеялись. Это ужас. Я не знаю, как они будут играть с макарониками. Но им просто надо было как бы позиции удержать. Вот и укрылись возле ворот. Так это ж тебе... Это ж не первые матчи. Господи, это не групповуха. Это уже в конце концов одна четвертая. Ну а ты хотел бы попасть туда, на стадион? Во время игры. Смысл? Смысл? Покричать? Там нет никого. Нет, ну куда-нибудь в Венгрию, да, в Будапеште, где целая куча народу. Я вчера так и не досмотрел. Я по это, как он начал смотреть, когда макароны играли с самой ублюдской командой. После этого, как у Украины ее, блядь, с бельгийцами. Ненавижу их, блядь. А чего? Вроде хорошая команда, блядь. Неприятная. Почему-то мы ему постоянно проигрываем. Помнишь, в Японии, когда еще Сычев играл? Ну помню, конечно. Мы не вышли. Бесчастных играл, вот забил Сычев, забил 3-2, по-моему, мы им проиграли. И после этого я их терпеть не могу, блядь. Команда никакая. Ну, почему они первые места занимают? Хотя команда ни о чем. Абсолютно ни о чем. Да, звезды там, будь здоров. Проплачивают, Вить, все проплачивают. Может быть. Ну, это те же лихушатники. Те же яйца, только профиль. Вить, а ты слышал, что тренер нашей сборной сказал вообще на интервью? Слышал, я видел. Слышал. Мне, во-первых, очень... То, что он не тренер вообще, а госслужащий находится на службе. Так дайте ему метлу, и пускай находится на государственной службе. На госслужбе находится любой. Взять тренера, врача, и так далее, и тому подобное. Какой он? Он, во-первых, должен отвечать за это, ну, вот, за то, что произошло у нас на чемпионате Европы. Не капитан команды, не вообще, господи, почему не взяли Федора Смолова? Я не понимаю. Я не понимаю. В лакомотиве он колотил, будь здоров, в последнее время вообще пиздец. Ну, просто звезда. Не взял его. Почему не взяли, как он мне сказал, ну, не мне именно, а как он сказал из Зенита. Как вратаре говорят, он в подвешенном состоянии находится, он бы думал, в какой клуб у тебя не стоять на воротах. Он что, дурак, бля, я не пойму, бля. Ну, пизду. Ну, а вот как ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла с Дзюбой? Я, во-первых, ситуацию про Дзюбу не знаю, это раз. Во-вторых, мне очень не нравится этот игрок. Пока сейчас у нас вот есть этот тренер, есть Дзюба. Он же в свое время у Быстрого 20 тысяч украл, когда клептомания его. Его из Спартака выхнули и отправили в Тон. Он, скажем, криптомания, хотя зарабатывал в месяц там миллион. То есть его отмазали, да? Да, господи. Хотя он лучший из наших игроков. Ну, больше всех мяч держал, я не знаю точно, но... Почему сейчас гордятся, обоссышься, гордятся тем, что из всех команд четвертое место, которые заняли, которые вылезли, мы на первом месте.